Ребята, всем привет! Всем доброе утро! У нас новый день, но в той же погодной гамме, так сказать. Не в цветовой, а в погодной. Дождь, 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 дождь. Холодно, сыро, зябко. Но мы крепчаем. Было сегодня тихое время у деток, подростков. Там в беседке. Я тут с Максимом возился. И завтрак готовил. Не было времени, возможности снимать. Танюшка целую ночь с Максимом провозилась. Вот только-только сейчас проснулась. 12 часов дня. Но что-то не видно, что это день. Такое все, оно пасмурное, холодное, темное. А у нас, у нас козырная беседка. Самая большая на весь лагерь. И к нам организаторы приходят, говорят. Можно у вас в беседке в мафию сыграть? Не говорю, ну давайте. Сейчас ребята быстро помогут Танюше подготовить к обеду. Начистят картошку. А Танюша потом сварит вкусный супчик. Готовитесь к мафии, народ? Да. Картошку нарезаем. Правильно, чистить. А мама сейчас проводит тихое время. В палатке с Максимом книжечку там читает. Потом выйдет, будет готовить кушать. С разрешения всех снимаем. Всех? Да. Готовы играть в мафию, народ? Да. Нет. Нет? Тогда или нет? Да. Ну классно. Поснимаем вас. Кто будет мафией? Первый. Я буду мафией. О, все. Ага, так тут одна мафия собралась. Вот у нас нашествие мафиози. Пока там объясняют правила мирным жителям, шерифам и мафиози, и всем остальным, как играть в игру, мое солнышко тут... Что тут делает мое солнышко? Обедаю. Ну да, но я же тебе завтрак в постель принес. Принес? Не в чашке, в постель. Это обед. Понятно. Не, ну это завтрак-обед. Если я уже буду обедать, я буду завтракать. У меня такая тяжелая ночь была с Максимкой. Что-то беспокойное-беспокойное. И прям не можем понять, что. Ну тебе все нормально. Он же... Я его пока не докармливаю, ничего. Мне посоветовалось здесь у нас есть... Он тебя послюнявил, он на свитере. Да, я все послюнявил. Этот педиатр у нас здесь есть. Она говорит, попробуй пить бутылированную воду. Возможно, местная вода как-то влияет, что у него животик болит. Ты мне местную воду дал? Нет. Бутылированную? А, местную. Папа, мне вчера 5 литров воды привезли. Ну вот они там и стоят. Ты сказала, я буду готовить с них еду. Так. Суп. И чай мне делать с нее. Это тебе отдельно нужно заваривать? Ну хорошо, но в следующий раз... Мне нужно просто термос целый чайник заварить, и оттуда буду себе что-то заваривать. Это будет мой термос и все. Понял. В общем, мы сейчас как-то приспособимся. А еще у меня есть все-таки... У нас есть с Арктики термоса пищевые. Вот оттуда и будешь брать. У меня подозрение еще есть. Сосиски. Помнишь, я дома пробовала есть сосиски? Когда колбасу ела, более-менее нормально. Теперь нам будет больше сосисок. Я попробую сейчас сначала отказаться от сосисок. Именно сосиски. У нас же балыковая. И сардельки влияют. Колбасу ем нормально. А именно сосиски и сардельки почему-то у него болят. У нас связанка балыковая. У нас не докторская. То, что он привык. Балыковая. Там мясо. Ты имеешь в виду колбаса? Да, колбаса. Нет, колбаса. Да ладно, мы раз мы с тобой ели. А вот когда помнишь, мы попробовали раз сардельки, у него живот болел дома еще. Да. Раз мы сосиски там попробовали. У него именно что-то там, такой состав какой-то. Ну, а ты их и ешь вот последние дни. Ну, а я и думаю, что такого, я давай вспоминать, что такого я, что у меня изменилось такого, чего ребенок может плакать, чего живот может болеть. Сосиски. Либо вода, либо сосиски. Так что нужно, потому что все остальное то же самое. Значит, прекращай пить воду и есть сосиски. Что? Понятно? Муж выводы сделал. Ну, местную я имею в виду. Читаю я книгу, вообще настолько интересно. Пока что только теория идет. Рассказывается о двух видах женского характера. Я так понимаю, что у меня характер... Третьего вида. Здесь есть понятие такое, ангельский характер и... Как это сказать, сейчас скажу тебе. И демонский. Не-не-не-не. Сейчас. Это совершенно два разных типа женщин. Ангельская и человеческая стороны. Ангельская это больше то, чем женщина обладает духовным таким миром, каким-то мудростью. А человеческая это такая кокетка там. Та-та-та-та-та. Ну, то есть это должно оказываться быть в женщине. То есть иногда женщина перегребает палку. Насколько я понимаю пока, они либо слишком умные, мудрые такие, вот они прям хорошие хозяйки по дому. Но у них нет вот этой вот искринки, детскости, защитите меня там, да, вот такой вот с мужем, знаете, такой вот простоты. Или наоборот, она такая, ой, колечки, в этом украшении, ой, пойдем погуляем. А нет вот этой женской мудрости, вот этой вот. И вот здесь говорится, что нужно как-то эти две части сочетать. У меня, я так понимаю, я вот это первая такая, там хорошая хозяйка, там мудрая такая, все. И нет во мне, да? Нет, нет. Вот такой, какой-то такой, ну прям вот, вот как это в себе взять? Откуда это будет? В тебе это было. 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 Ищи его и возвращай. Короче, вот так вот, понимаете? И вот поняла, что, ну, классная, короче, книжка. Пока теория, потом перейдем к практике, посмотрим. Пойду поснимаю, что там уже кричат. Давай. Паша открывает глаза, и он может указать на любого человека, что ему нравится или не нравится. Он указывает у нас на Лешу. Это означает, что этой ночью Леша не может пользоваться своими способностями. У нас тут свое детское царство в песке, пока сверху играет. Тимофей, от чего радостей столько? Смотрите, что было дальше. Просто невероятно. Это что? В общем, начнем с крестного отца. Съел свою печеньку и решил лишить одного человека права голоса. Он, подождите, это вообще история невероятная, просто невероятная история. Он лишил одного человека права голоса, и этот человек днем не сможет голосовать. Он такой вроде бы радостный, удовольный, думает, сделал дело, можно спать смело, ушел к себе в палатку, ложиться. Потом приходит шериф. приходит шериф, достает два кольта, подходит опять же к этому человеку и выпускает две обойны в него. Убивает этого человека. Довольный и счастливый уходит спать. Ночь продолжается, появляется маньяк. Приходит маньяк и поджигает палатку этому человеку. И все с одним и тем же? Нет, мы добрые. Вот это смешно, конечно. Нет, мы добрые. Да нет, мы добрые. А смысл? Нет, а смысл? Нет, мы даем. Но так как, знаете, у нас шериф, он может либо убить злодея, либо промахнуться. А раз он убил, то значит шериф попал все-таки в одного из мафиози. Я знаю, кто это. Ты у нас не участвуешь, ты стихонечко и терпеливо. Поэтому сейчас холодок пробежал по спине у всей мафи. Кого же не побили? Потому что один из вас уже умер. Но вы еще этого не знаете. Кого же так зверски, над кем же так зверски издевались всю ночь? А это у нас был Андрей. Который ждет палатки по ночам. Давайте, кто хочет высказаться? Я очень хочу высказаться. Подождите, давайте, вот первый был у нас Саша, поднял руки. Я предлагаю, что это кто-то из них третий, потому что я слышал щелчок, щелчок. Пистолета? Ночью? Нет, щелчок пальцами. Когда стреляли. Кто конкретнее, подождите. Давай конкретнее, может быть, все-таки есть. Тут еще Катя все делает, четвертая. То есть она тоже в этом углу, она тоже в списке подозреваемых. Думаешь еще? Ладно, давайте. Вот у Вики есть предположение. Когда там, я забыла, кого по имени убили, Маша вот так засисикал. Вот так? Да, вот интересно, мы тоже хотим Машу. Когда мы убили первую мафию, Маша, все радовались, кроме нее. Маша не радовалась? Да, Маша, Маша мафиози. Подождите. Я вообще еще за всю игру не видел, чтобы Маша хоть раз радовалась. Может быть, я первый раз вижу мафию, может быть, она в принципе просто не радуется. А что, никогда мафия убила? А вы уже бежать. А, да, убил мафия. Вот конкретнее, давай. Алиса? Ты думаешь, Алиса? Она была грустная. И вот я чисто, чисто я думала, что вот она... Сейчас рассказываю про мафию слишком много. Красочно. Пытаясь отвлечь от себя внимание. Просто мирно жить. Поэтому я думаю, что это он... Он просто мирно жить. Я тоже за Машу. Давайте, кто-то еще хотел. Ты тоже против Маши? Маши два пальца. Так, Саша. Еще один пальчик. Саша. Ты тоже на Маше? Да. Я думала, мафия, это такая скучная игра. Нет. А там такие эти... Там такие эмоции. Слушай, каждый друг друга... Ай, Тимофею говорят... Алиса говорит, а я думаю, что ты Тимофей. Слишком что-то красочное о мафии рассказывает. Это он от тебя отводит подозрения. Это Тимофей. Мы убиваем тебя, открывая карту. Маша. Маша. А кто мафия? Маша вот та была, да, Маша? Маша была мафия. Покажи карту. Все. Вот как вы чутко чувствуете-то эту мафию, одну за другим? Так, тайные такие движения, связи. Так прикольно, слушай. Шрифт делает свой выбор. Я не думала, что она такая интересная. Выясняет одного из вас, кто же он есть. Кто же он есть. И со спокойным сердцем, а может быть с тревогой на сердце, закрывает глаза и спит. Так, я проверяю все языки, правда, да. Это еще от ведущего очень многое зависит. Как интересно он обыгрывает это. Все спят, а теперь просыпается маньяк. Это тот, который подвигатель палаты. А, так вот кто меня поджел. Значит так. Это просто так смешно было. Вы сейчас как услышите. Это было смешнее, чем прошло лучше. С палаткой сожженной. Ну, в общем, началось опять с крестного отца все. О, опять крестный отец. Крестный отец в тапочках своих вышел. И лишил голоса одного из участников. А кого он уже был. Я не скажу кого. А почему он? Потому что его убили, наверное. Потом, я не могу сказать, это все будет понятно. Очевидно. Я просто расскажу вам историю. Да, давай. Значит, крестный отец лишил голоса и пошел довольно спать, добивать свою молоку и наедать свои печеньки. В это время, в это время на охоту вышел у нас шериф. Шериф, он, похоже, работает, он получает, наверное, деньги от крестного отца. От крестного отца стоят, потому что они работают на пару почему-то. Шериф, как обычно, пошел и с двумя своими культами выпустил две обоймы в этого человека. Он, видимо, подумал, слишком будет тяжело и не сможет он пережить просто деньги с права голоса. и решил не давать мучиться человеку эмоционально. И просто уничтожить. Потом, по старой схеме отработанной, пришел маньяк. Маньяк. Значит, маньяк. Решил сжечь у реки. Решил сжечь. У него, видимо, чуйка неадекватная какая-то. Вот. Маньяк, в общем, сжег его с этим человеком. Я только осознаю, что тут деньги не подвезли. Он решил, что мало будет застрелить просто. Надо сжечь труп. Он дожег. Не знаю, к стрессу. Это что, это три человека? У меня все как-то. Это вообще идет. Потом произошло просто чудо. Практически как небеса разверзлись. Да. И оттуда прилетел ангел-красотка. Прилетел ангел-красотка, у которого есть право сделать выбор. И ангел-красотка. Указала, указала, красотка уже. Указала именно на этого человека. И тогда буквально как феникс. Да, застрялся на застрелина, он сжег. Этот человек воспрял из пепла и не умер этой ночью. Сочи! Да. И когда красотка ночью делает свой выбор, она лишает этого человека права воспользоваться своими возможностями, и этот человек не умирает ночью. Это был бы... Аааа... Короче, никто не умер. Я не могу сказать вам, кто это был. То есть те, кто были этими персонажами... А мафия? Они знают, да? Я маньяк. А кто не голосует? Никто. Кто не голосует? Какой человек голосует? А, то кто не голосует, то ты будет мафией. И что делать? Подговорите. Ребята, давайте подожди. Итак, смотрите, как я решаю. В нашей игре есть два основных правила. Первое правило, это ведущий всегда прав. Второе правило, если вы не согласны с первым, а если вы считаете, что это не так, то смотрите на первое правило. В любом случае, ведущий всегда прав. Ведущий решает, что именно в этой игре все голосуют этим днем. Просто можно спросить? Вот мы играем ради того, чтобы вычислить мафию. А вы сейчас мафию прикрываете. Ведущий за мафию. А, подельник мафии. Мафия платит ведущему. Мафия ведущему заплатила. Признавайся. А кого мафия убила? А кого мафия убила? На сотку на пусть говорят. А сотка это кто? Дилемма, дилемма, да? У меня задача не спалить, не спалить никого. И обыграть все так, чтобы... А кого мафия убила? Ладно. Да никого. Мафия никого не убила. Мафия была заблокирована со своими возможностями. И так начинаем голосовать. Мафия была... Застрелили, зашкли. Представляете? И воскресили. И воскресили. Вот это мафии повезло. Мафия посмертна. А-ха-ха-ха. А-ха-ха. И так, это было максимально. А-ха-ха. 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 Это удивительно просто. Это просто... Вы чувствуете мафию. Вы у вас какой-то... Стойте. Как такое возможно? Я за мафией не успела сходить показать, где у нас Боря дни проводит. Здесь собираются мамочки обычно. С маленькими детками, такими как Боря. Как же мы вовремя купили вот эти пасочки и ведерочка. Да, сына? Взяли мы из дому. Помните, мы на день рождения Боречке подарили вот этот вот кораблик, который и плавает, и ездит. Только машинки у нас в этом остались в машине. Не выносят он их. Он сюда выносит эту большую машину. И, короче, здесь вот это Сашин наборчик. И вот здесь приходят детки и играются в песочек. Очень такое безопасное место. Подожди сына. Потому что к камням им ходить не разрешаем. До воды очень далеко. Дети на камни не выходят. Это не только до камней. Вот в этой песочнице огромной. И прям хорошо они здесь время проводят. Башенки разные строят. Вообще красота. А Анюта с подружкой с мафией. С этой, с маньяком. Я говорю, Аня доктор, подружка маньяк оказались. Я говорю, Аня маньяка вылечит. Пошли играть. Они более взрослые, уже 14 лет, поэтому на камни пошли. А так мы парней туда не пускаем. Только с папой они ходили. А так сами не пускаем их. Покажу, где Боря воду набирает. Вот там Боречка нашу воду набирает и ведерочко моет. Вот так вот. Кстати, вот эту воду мы не пьем. Мы только в ней стираем и моем посуду в речной воде. А здесь на базе есть умывальник с водой. Которую все ходят набирают. Там же посуду моют. Потом, ты показывал умывальник, нет? Что? Умывальник показывал? Что? У меня прилив идет. Быстро убегать, убегать, убегать. Не показывал умывальник ты? Там, сверху, нет? Надо показать будет. Сходить. Прилив, отлив. Прилив, отлив. Постоянно вода бегает. Нужно успеть на камни прыгнуть. Потому что потом тебя просто затопит. Ага, даже так. И поэтому чистую воду мы пьем. И здесь специально предусмотрена вода на базе. То есть не с реки пьем воду. Вот такая вот, ребята, у нас здесь красота. А вот здесь и умывальничек. Большой хороший умывальник. Здесь холодная только вода. Моют посуду здесь. Я так понимаю, что здесь идет от скважины. Ну, здесь водопровода-то нету. Вот у ребят идет вода. Вот труба от них. От скважины. Подходит к умывальнику. И вот такой умывальничек. Аааа, Боря там в домик. Боря, что ж ты из туалета нам машешь рукой? Ну да. А туда подключена вода. Там стоит бачок тоже. И это смывать. А ты поеда покажи. Хороший туалет. Ну да, сейчас покажу. Ага, евро, да. Ну вот такой умывальник, где посуду моют. Да, давай покажем. Кстати, там тоже у нас спрашивали, как здесь туалет обустроен в этом базе. Мы, кстати, когда, ребят, когда будут все выезжать уже, обязательно, кому интересна данная база, мы в конце, когда уже все повыезжают или будут собираться, покажем всю территорию, расскажем обо всех нюансах, потому что база реально классная. И смотрите, будет прям такое отдельное больше не влоговое, а информационное видео о данной базе. Привет. Вот такой пес здесь большой живет. Короче, когда мы кушали суп с зелени, с крапивы, нам, мне в инстаграме, спасибо, кто в инстаграме оставляет свои комментарии, я все их прочитываю обязательно. Значит, ну, постараюсь, по крайней мере, по крайней мере, под новыми постами это точно. Сказали, что аккуратнее, потому что база обрабатывает от этих, от клещей и комаров. И поэтому здесь нет комаров. Короче, я вот только что позвонила организаторам, чтобы не дергать, чтобы сюда не подходили, у меня телефончик, я стою возле этого, она там стоит, общается, а я здесь. Говорю так и так, она говорит, мы обрабатываем только от клещей. Да, говорит, весной, когда только-только, еще даже по снегу, вот только снег начинает сходить, каждая база обрабатывается определенным средством от клещей. То есть, я так понимаю, что все клещи, которые здесь есть, они убиваются. Они просто, может быть, сюда не заходят или уходят? Ну, непонятно. Но она говорит, вот обрабатываем, клещей здесь нет. Но от комаров мы не обрабатываем. Здесь комаров, в принципе, в Алтая нет. Ну, вот в этой местности комаров нет. Говорит, где не обрабатывается, это вот, то есть, и здесь нет такого, что все обрабатывается. Если бы здесь не было комаров, а мы там стояли на поле, там не обрабатывается, там некому обрабатывать, смысла нет. Ну да. Обрабатывается только база. И человеку нет смысла тратить деньги, обрабатывать еще какие-то пустые участки земли. И она говорит, если вы хотите чистой крапивы, ну да, мы когда уточняли, в принципе можно собирать, через полтора месяца прошло или два. Но тот, кто продавал, говорит, ну все-таки нежелательно чай здесь собирать, именно на территории. Говорит, если хотите чисто собирать, через дорогу, прямо вот с той стороны, где горы, более покажешь потом. И говорит, идите собирайте, там все, никто ничего не обрабатывает. И вот там, где мы стояли, тоже никто не обрабатывал. Но при этом клещей нету, и при этом комаров нету. Поэтому комары здесь не от того, что обрабатывают, а их просто нету в этой местности. Солнышко. Господи, спасибо за солнышко. На пару минут. Выглядело, да, потом раз и снова закроют. Ты хотел ворота показать, посмотрите. Да, ворота вообще шикарнейшие. Боря даже для себя снял. Но я не представляю, как это делается. Здорово. Эта собака одна любит с вами играть. Вот она приносит вам палку, а в руки не дает. Я просто вчера был в бане. Он такой красавец. Говорит. Не говорит, приносит палку. Он кладет. Ты только брать. Он хап зубами. И чтоб ты за ним побегал. Чтоб забрал палку. То есть не наоборот она за тобой побегала. Она читает человека. Вот это самое доброе, мне кажется, у них собака. Еще там одна есть. А остальные они закрывают всегда. Когда это заходишь. Я вот смотрел из трубок. Из трубок полуавтоматом вот это все сделано. Это трубы выгибают, да? Нет. А, вот кусочками, кусочками. Вот кусочек. Кусочек. Вот кусочек. Тоньше, 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 тоньше. И вот. Вообще классно. А потом наваривают что-то, да? Ну, он просто проходит полуавтоматом полоску. Идет и все. Ну, вообще, очень нам так понравилась эта штука. Мы металлические, очень крутые. Это муж этой женщины, которая здесь живет, делал. Моя морковка дорогая. Она чудесная, я знаю. Ее почистили ребята. Облегчили мне задачу. Что-то ты вообще... Тереть ее легко. А, и тереть ее легко. Будет супчик наш Коко. Поэтому на 4 перенесли. А еще я попросила этого парня, брата, который делал мафию. Он так классно ее делает. Сколько всего от ведущего зависит все-таки. Я его поблагодарила. Он говорит, слушай, какой ты классный ведущий. Посмотрела правила. Посмотрела, что там столько, оказывается, еще игроков есть. Очень много. И он говорит, это только ты часть берешь, исходя из участников. Ну, сколько участников играть можно огромнейшими компаниями. Там еще кто только там и адвокат, и судья, еще там куча. И есть мафия, и есть еще одна банда, забыла, якудзи. Когда играют еще двумя мафиями одновременно, и те друг друга пытаются стрелять, и мирных жителей. Короче, мирных жителей под раздачу попадают. Там целое это. Но я говорю, а можно играть? Меня немножко всегда смущала мафия тем, что маньяк. Маньяк, а играют дети, например. Когда взрослые, ты понимаешь, да. А когда дети играют, хочется таких более героев, которые не потрошат там, и не надо вообще всего детям слушать. И обратно же от ведущего зависит. Но есть такая возможность, вероятность играть, когда ты говоришь, например, что шериф, он не убивает, а садится в тюрьму, к примеру, да. То есть он не застреливает, мафия не умирает, а идет в тюрьму, к примеру. Потом, когда есть маньяк, он не убийца, а он именно похититель. То есть у тебя не маньяк, а похититель. И он похищает людей, например, за выкуп. И он их не убивает, там не потрошит. То есть такая версия детская, так сказать. И вот брат этот сказал, говорит, брат во Христе, я имею в виду, он говорит, что компания сама решает. То есть есть игра. Разработчики придумали ее вот такой. Ты не можешь сказать разработчикам, а давайте-ка у вас шериф будет не убивать, а там вот это делай. А уже ты сам под себя правила придумываешь сам. То есть ты берешь героев и сам смягчаешь, или наоборот уже встречаешь какие-то правила. И я говорю, надо такую купить себе игру домой, Боря. Там от шести игроков выше, как раз для нашей семьи. У нас семь игроков. Ребята растут, вот, и можно играть. Можно. Можно играть. Единственное, что ведущие тогда у нас маловато. Надо еще кого-то брать с собой, семью и двумя семьями играть. Очень классная игра. Мы перейдем под Новосибирск и будет возможность. Обязательно купим себе мафию, такую щадящую. Ну и будем правила под себя, короче, подумывать. Потому что, говорит, очень много нюансов разных есть. Так что, мафию, я влюбилась. Я думала, это игра, где конфликтует. Ни одного конфликта не было. Все смеются, все кричат. И интересно, ажиотажно. Да, очень. Давай супчик, супчик, супчик. А то имагинариум это двинется еще на час. Давай, давай. Да, мне просто в этом энтузиазме. И я знаю, что нас будет... Тихо, 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 тихо. Надо будет смотреть люди, которые скажут, как вы христиане играете в такую игру. Ну, то есть, я объясняю, что здесь каждый сам под себя правила придумывает. И можно эту игру... Короче, можно играть и развлекаться. Да, более такой, лояльный сделать. У нас тут мама суп готовит и посуду моет. Это все посуда помыто. Как помыто? Все помыто. Все, сегодня помыли. Мама, стои. А я стою думаю, что такие чашки чистые? Сенсация века. Мама моет чистую посуду. Вот это ты заснял сенсацию века. Я просто свое мыл ее. Думаю, ой, стоите здесь еще, надо перемыть. А мы ее перемыли все утром. Мои эти чашки, думаешь, что они такие чистые? Под моим чутким руководством утром вся посуда была помыта. Класс. А здесь, папа, чайок. Так, а это нужно, наверное, на супчик, да, за пиек? На супчик, на третий супчик. У нас тут Боря заключил бартер. Короче, у него братья, ну, мужчины, кто здесь отдыхает, ходят за бензопилой резать себе дрова. А он сам не может ходить за дровами, потому что он сидит с Максимкой, то есть в лагере очень много работы с шестью детьми и так далее. Ну и он, короче, тем ребятам, которым дает пилу, говорит, ребят, а принесите ко мне, пожалуйста, послужите дров. Вот, я вам порежу, а вы мне принесете. Вот, но они бы и так согласились. Мы тут служим друг другу, кто чем может. Все помогают друг другу. Ну, короче, вот такой мини-бартер он заключил. И мы только что притащили вот эту деревняку, потому что у костра много хочется сидеть, а дров маловато. То есть у нас сухие дрова, а те, которые они приносят, они влажные. Нужно совмещать сухие с влажными обязательно. Потому что если наши сухие закончатся, мы очень сложно будет распаливать тогда, разжигать костер с этими влажными. Ну вот нам привезли. Боря и нам порежет, и пойдет им в лагерь порежет. И им хорошо, и нам хорошо. В общем, вот так вот мы помогаем здесь друг другу. То, чем может. Таня, ты же будешь целой тюлькой. Не, не тюлькой, целой колбасой. Нет, не колбасой. Целой копченой рыбой. Комбченой скумбрией. О, точно. А что ты мне вот это натворил? А что я натворил? Бросьте сюда влажных дров. И решила я закоптить, чтобы забальзамировать, чтобы я дольше сохранялась. Правильно я понимаю? Ну, может быть и так. Что морщины не появлялись. Какие крема? Привезите свою жену, женщину любимую. Посадите у костра. Бросьте сырых дров. И пускай она закоптится, законсервируется. Вы знаете, да? Копченая дольше хранится. Да, она анти... Короче, обеззараживается. И, короче, нужно заподдавать средства от морщин. Вот Максим тебе сейчас расскажет, какое. Держу его на руках, а он серенады поет. А он возвращается, что ты его одной рукой держишь, а не двумя. Понятно, понятно. Время распылил. Ага, ну да. И ему полностью уделяешь. Все, мы всех покормили, отправили гулять. Дети взяли шество нам от Максимкой. Отпустили нас поиграть в Imaginarium. Вот мы уже разложили. Сейчас 7 человек придет. Выберем одну из игр. Вот эту игру, кстати, ребят, помните, мы показывали на Экспрессе, ее покупали. Очень любят многие. Очень знают ее. Вот у нас еще не хватает 2 набора из всех. Ну вот, я думаю, как-нибудь докупим их. Поэтому... Ой, очень классная штука. Еще раз ссылочку в этом видео оставим на Imaginarium. Переходите, покупайте, потому что реально очень крутая и классная игра. Очень популярная среди многих людей. Давай, Боря, мы тут так смеемся, насколько непредсказуемо мышление человека. Там, где думаешь, точно все отгадают, почти никто не отгадывает. А там, где думаешь, точно не отгадают, все отгадывают. Мы вот даже одеялом закрылись, чтобы никто не угадывал. Ну давай, Боря. Короче, мы тут вообще наслаждаемся. Счет вот такой. Борин желтенький, он на 12-м ходу, а я на красненькое. На... Ой, подожди, ты на 12-м, а я на 13-м, Боря. Я ей немножко обогнала. Ну давай. Да сейчас. Давай, Боря. Так. Это хороший момент. Сейчас попробуй твоему... А, догадать. Интересно, кто что на это... А, положил. Выкладывай. Чуть-чуть, буквально одну партию сниму, потом будем дальше играть, потому что здесь захваты, типа, выхожу замуж, слушайте, ну они все похожи, это дети орут, короче, все практически вот, ну в точку, интересно какая будет Борина. Это же очевидно. Ну, кому-то досталось, вам всем досталось. Да, точно, это было так очевидно, тебя полностью все отгадали. Хотя можно было подумать, да, что и дети орут, например, и вот эту бабушке глаза выкалывают или что там, ее за очки тянут или что. Я думал тоже вариант. А я между ними выбирала. А здесь кольца нет, тоже можно было подумать. Ну, короче, папа, нам по три хода тебе ноль. Я выиграла, я говорю, это мне подарок на день рождения, я умею проигрывать, но так, обожаю победы, красненький мой. Все, у нас три места, теперь борьба идет за второе, за третье место. Рассказывай. Хлеб с маслом. Это что такое за хлеб с маслом? Это хлеб с маслом. Просто обожаю. Это другая сторона масла, неважно. Вот это масло. Понятно. Мы быстренько кушаем и бежим на награждение тех, кто выиграл в шахматы. У нас будут награждать Пашу второе место. Никто не захотел есть, мы тут упрашивали, те упрашивали, они выпили йогурты, съели печенье и сказали все. Боря взял себе мюсли, там кто-то еще мюсли, да, вроде ел? Не помню, Саша. А я взяла себе картошку с тушенкой, с огурчиком. Быстренько едим и бежим. О, знакомое лицо. Вот это вот маленькое. Это не наш разве? Не знаю, не знаю. Так, Максим, глаза, по глазам идентифицируют. Похоже, что-то одежка похожа. Взгляд тоже, Борин. Так, ты наш или не наш? Я уже спать хочу. Дорогие друзья, у нас прошли два турнира шахматных детей и подростков. Благодарим всех за участие. То есть я очень рад, что столько у нас человек принимал участие. Всего у нас было 12 детей и подростков приняло участие в этом турнире. Вообще, какие крутые. Здорово. Это сидят победители. Второе место занял Паша Бровченко. Молодец. За всех Бровченков отбывался. Да, защитил честь нашей семьи. Он тоже мог занять место третье среди детей, но чуть-чуть не хватило ему. Да. Покушали мы вкусняшки, которые Паше наш победитель раздал. Это с молочком. Ой, как же это оно? Прямое молоко. Не, не, не. Птичье молоко были конфетки. Как раз получилось всем по одной. И он дал Алисе, с которой сражался. Девочку угостил. Да, ну до соли сражалась. Да, до соли сражалась. А сейчас будем сидеть семьей здесь у костра. Жарить маршмеллоу. Мы купили. Маршмеллоу. Две пачки. Так что, будем... Оно нам очень понравилось. Кушать. Да, на костре. Здрасте. Здрасте. Привет. И на этом день будем заканчивать. Наверное, на этом и закончим видео, потому что сейчас мы будем уже сидеть, жарить. Вообще день очень классный. Правда, холодно очень. Уже все ждут тепла. Но пока не понимаем, будет оно, не будет. Но в любом случае, я говорю, нас спасают все эти программы. То мы идем в шахматы играем, то в игры какие-то здесь, то вот мафия была, то идем куда-то к кому-то в гости общаемся, то к нам приходят. Очень классно время проходит по поводу общения. Насыщенно. Детей, говорю, мы в лагере практически не видим. Они приходят только нам время от времени что-то помочь, что мы их просим. С Максимкой по очереди помогают нам, сидят. А так, гуляют. Вот Аня снова с подростками ушла. Говорю, к 10 быть дома. Говорит, хорошо. Вот. Поэтому все наслаждаются общением. Все встретились с своими долгожданными друзьями. Правда, кого-то мы здесь не увидели. Кто-то не приехал, кто-то приехал. Но, в принципе, отдых очень классно у нас проходит. Все, тогда на этом будем сегодняшний день заканчивать. Иногда нужно устраивать такие вылазки, выезды с друзьями. Пообщаться, пожечь костер. Поиграть. Просто расслабиться, ребят. Ну, все тогда. Пока-пока. До новых видео. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!